Привет, друзья! Из мяса можно приготовить самые интересные кулинарные блюда. Одним из самых аппетитных и сытных являются отбивные из свинины в духовке. Готовятся они просто, а получаются невероятно вкусно. Такие отбивные я часто готовлю вместо надоевших котлет на ужин. Так давайте же сегодня приготовим вкусные отбивные из свинины. Все ингредиенты я пропишу под видео, заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. Итак, беру стейки свинины, я их предварительно мою, обсушиваю бумажным полотенцем, а далее отбиваю с двух сторон. Посыпаю солью, черным молотым перцем, соли, перец хорошо растираю по всему мясу, отправляю мясо в тарелку и отставляю его. Беру красный салатный или репчатый лук и нарезаю тонкими кольцами. Красные мясистые спелые очень вкусные помидоры, нарезаю мелким кубиком. Беру противень, застилаю пергаментной бумагой, сверху распределяю кусочки мяса и обильно смазываю их очень вкусным соусом из свежего базилика. Такой соус готовится буквально 2-3 минуты, он получается ароматный, подходит для мясных и рыбных блюд. А как я готовила этот соус, ссылочку я вам оставлю под видео. Заходите, смотрите и готовьте. Далее на каждый кусочек мяса я выкладываю репчатый лук. Распределяю помидоры. Помидоров я добавляю побольше, чтобы мясо было сочнее. При помощи пакета смазываю майонезом. Если вы майонез не любите, замените его на сметану. И всю эту красоту отправляю в предварительно разогретую духовку до температуры 180 градусов на 40 минут. При желании, во время приготовления, отбивные можно прикрыть фольгой. За 5 минут до готовности, каждый кусочек мяса обильно посыпаю сыром и грецкими орехами. Грецкие орехи я измельчила при помощи блендера. Отбивные отправляю на 5 минут в духовку. И через 45 минут у меня получились вот такие вкусные, сочные и очень румяные отбивные. Готовятся они быстро, получаются вкусно. Приготовьте такие отбивные и порадуйте всю свою семью за вкусным ужином. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также подписывайтесь на мой второй канал и заходите в группы. А вам всем скажу, готовьте, экспериментируйте на своей кухне и все у вас получится. А главное, готовьте с любовью. Всем пока.